как я выращиваю и собираю мох в теплице у орхидей всем привет кто меня смотрит и кому это будет интересно у меня сегодня день уборки у орхидей хочу тут под навести им порядок потому что у некоторых листопад ну как обычно некоторых там кора где-то выпало и вот такие заросли мха он уже тут давно растет хочу его весь весь убрать и особенно вот в этом месте потому что орхидеи сейчас стоят на полу и когда тепло и летом было тут хорошо а зимой у меня тут специальная решетка я хочу ее обратно положить чтобы была воздушная прослойка между орхидеями коржками орхидей и полом потому что когда на улице минус и хорошо то очень холодно и тут будут стоят у меня обычно холодолюбивые орхидеи и хорошо не это переносят и весь весь этот мог все эти заросли хочу убрать пусть нарастает новый слишком многое уже его выросло некоторые даже уже постарел и побурел но и продезинфицировать пол я периодически обрабатываю заливаю тут каким-нибудь средством для дезинфекции и наверное сегодня пролью физаном вот такой мог у меня растет и я сейчас покажу как же я его собираю у меня для этого специальный инструмент называется инструмент для сбора мха в лесу у меня не получается этим инструментом собирать а тут в теплице очень даже хорошо и сейчас покажу вот такая лопатка специальный инструмент но все знают что это за лопатка да и очень хорошо счищается снимается с пола этот мог прям так аккуратненько вот такими ковриками раз и вот такой смачный жирный зеленый аппетитный кусочек коврик из мха он же у меня чистый в лесу собираешь землю нужно убирать а этот чистый бизнес и без земли вот такой вот а вот это синенькая это то что я вот улиток бросаю мог потом вырастает и его не видно какой он мягкий такой аппетитный сразу хочется что-то посадить но у меня посадок сейчас много и пересадок на блоке а вот такой коврик очень хорошо ложить в горшки я в субстраты некоторым сверху ложу и он так хорошо сохраняет влагу но этот такой прям толстенький есть коврики потоньше то есть это в горшок хорошо положить те которые потоньше хорошо положить на блок так вот что я хочу сказать значит я не знаю как у меня он насеялся сам или с лесного мха какие-то споры и от того что постоянно тут заливаю поливаю на полу естественно влажно начал он хорошо расти причем так и летом тоже хоть и пересыхает он уже приученный летом же когда очень сильно жарко пересыхает поливаешь он опять оживает и опять растет но что я хочу сказать я же обрабатываю орхидеи и тониками и удобрениями и это тоже все льется на них плюс все дезинфицирующие средства фунгициды инфектициды тоже тут я проливаю обязательно мог чтобы на нем тоже ничего не размножалось то есть такой стойкий крепкий воспитанный а вот это я раньше снимала коврик хотела кого-то посадить но не успела что-то мне помешало и его так сверху положила это тоненький это тоненький тоже все пригодится но на этой стороне не более потоньше вот этот вообще тоненький аккуратненький как паутинка надо хорошо тут все собрать его потому что заросло конкретно о какой коврик классный в общем как выращивать мог естественно но у нас нужна влажность постоянная влажность кислая среда мог любит кислую среду поэтому и в орхидеях он хорошо растет и орхидеи с ним хорошо растут тоже тут где-то побурел потемнел как кусок ткани и он тут у меня растет как раз таких солнечных местах летом тут очень 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 хочу сказать светло и жарит солнце и на пол тоже в общем он и жару даже переносит вообще мох для орхидеи это такая вещь классная а вот уже такой некрасивый но его выкину он не нужен хотя можно куда-нибудь бросить в саду может расти будет спор же тут много пересохший был а это хорошенький вот такие заросли сейчас на полу и это травка которая растет в горшках есть у меня видео посадки дедра в горшок из корней папоротника вот он растет тут до сих пор подливаю туда водичку в горшок трава тут размножается я ее периодически обрываю она опять растет ну хорошо тут тоже прижился внизу там хороший куски муха сейчас попробую тут прям такой есть аппетитный вот уже какой кусочек хороший это сейчас я хочу попересаживать некоторые свои на блоки которые новые покупки и буду использовать этот мох а тот который останется просушу и сложу так же как и лесной мох и попробую его потом в будущем использовать тут травка какая-то еще проросла она в горшках у орхидеи тоже хорошо вырастает мне так мечталось хотелось чтобы тут в каком-нибудь месте у меня свагнум типа большой вырастал там новозеландский или еще какой-нибудь а потом думаю почему бы и нет если растет этот мох то можно просто купить свежий зеленый мох живой мох с вагном и тут в какой-нибудь посуде или даже просто на пол положить может тоже будет расти в общем надо попробовать провести эксперимент вот такой мох самое интересное я в теплицах была когда он же растет в теплицах тоже хорошо я сдирала у них там собирала приносила домой он у меня у орхидеи нигде не приживался а тут на тебе себе сам вырос причем такой устойчивый ко всем ядом химикатом ну и вот эти все тоники которыми я орхидеи балую и мух тоже балую тоже нравится наверное тоже сказывается лучик солнца вот он увеличенном виде и вот он цветет тут ему настолько хорошо мне в теплице и как я за ним ухаживаю чем удобряю поливаю ну и травлю тоже даже цветет и поэтому сам хорошо размножается вообще принципе если но я пробовала очень много на блоке уже его хорошо он приживается посмотрю как дальше будет можно же и в лесу уже и собирать не надо будет будить свой выращенный чистый и проверенный в общем вот так вот я выращиваю мох никак он сам растет я его только поливаю удобряю и так же как и орхидеи обрабатываю от насекомых от грибка все ему тут попадает поливается такие коврики вырастают классные но всем кому я обещала лесной мох мне он тоже нужен все таки лесной мох он красиво зарастает и субстрат некоторым очень нужен я насобираю планирую вот в ближайшее время и всем кому обещала обязательно тоже насобираю и вышлю так что не волнуйтесь не переживайте даже если у меня этот мох растет лесной мне тоже нужен и лесной тоже такие коврики тоненькие собираю но его нужно обрабатывать а этот я не обрабатываю этот намного проще в использовании ну а на этом все как всегда всем хорошего настроения удачи всегда и везде пока пока пока